МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север. В студии Ксения Носова. Здравствуйте. Сегодня выпуски. Пожарные ликвидировали возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов. В тушении пожара были задействованы силы и средства МЧС и муниципальных предприятий Наринмара. Непридуманная история. Как удалось вернуть в Россию две многодетные семьи из Ненинского автономного округа, застрявших за границей на полтора года из-за пандемии? В муниципальном предприятии «Чистый город» пополнение. На городские дороги вышел автоматический разметчик. Глава региона Юрий Бездудный подвёл итоги участия представителей Ненинского автономного округа в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Здесь, на площадках одного из главных экономических событий года, губернатор провёл ряд деловых встреч, которые имеют важное значение для социально-экономического развития региона. В частности, в рамках работы экономического форума в Санкт-Петербурге глава региона обсудил развитие связи на территории округа с президентом акционерного общества «Ростелеком» Михаилом Осиевским и представителем дочерней структуры «Арттелекома». По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве, основной целью которого станет доступность телекоммуникационных сервисов для жителей региона. Мы договорились и со одной, и с другой компанией, но прежде всего с компанией «Артелекома», о том, что она будет нашим партнёром в реализации этого проекта. И уже в самое ближайшее время сюда прилетит большая делегация компании, для того, чтобы мы перешли уже к конкретной реализации их партнёрства. В рамках экономического форума губернатор Ненецкого автономного округа провёл переговоры с генеральным директором акционерного общества «Сбербанка Лизинг» Вячеславом Спировым и председателем Северо-Западного банка «Сбербанка России» Виктором Алонсом. В ходе рабочей встречи стороны обсудили участие «Сбербанка» в таких проектах, как телемедицина, образование и безопасный город. Кроме того, речь шла о возможности приобретения коммунальной и пассажирской техники в «Лизинг». «Сбербанк» – наш надёжный партнёр, и мы ищем какие-то модели, удобные прежде всего для нашего округа, для того, чтобы минимизировать наши расходы, когда мы покупаем новую технику, когда мы покупаем вертолёты. И вот очень важно, что «Сбербанк» идёт нам навстречу не только в этих вопросах, но и в самых разных. У нас есть предприятия, которые хотели бы кредитоваться у «Сбербанка», кто бы хотел получать лизинг у «Сбербанка». И наши партнёры подтвердили готовность и в дальнейшем активно помогать нашему округу. В ходе экономического форума состоялась рабочая встреча главы региона с президентом компании «Лухойл» Вагитом Олегперовым. Стороны обсудили социально-экономическое партнёрство в 2021 году. По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве. Соглашение предполагает, что в этом году компания будет помогать в реализации социально значимых проектов. Я хотел бы отдельно подчеркнуть, что тот проект, который в прошлом году в силу пандемии не реализован был, это «Красный чум». Вот как раз в рамках этого соглашения компания будет полностью финансировать всё, что связано с медицинским обследованием кочующих в тундре и медицинской помощью. Также с соглашением предусмотрено финансирование образовательных программ в округе, таких как «Яндекс.Лицей» и «Волтскилз», «Спортивного праздника», «Бурандэ» и других мероприятий. В рамках работы экономического форума в Санкт-Петербурге «Газпромом» было принято решение о передаче совместному с компанией «Лукойл» предприятию лицензии на освоение Лаевожского и Войневийского нефтегазоконденсатных месторождений. Для экономики Ненецкого округа этот совместный проект имеет очень важное значение. В его реализации будет задействовано более тысячи человек. Мы много говорим сейчас о двух проектах крупных. Это проект «Газпром Лукойл». Подтвердили оба участника этого проекта, что он двигается. Напомню, что компания, совместное предприятие уже зарегистрировано в нашем округе. Подчеркиваю, в нашем округе. Не в Москве, не в Петербурге, а именно в городе Наринмаре. СП зарегистрировано. И вот как раз в дни экономического форума Алексей Борисович Милеш принял решение. И лицензия от «Газпрома» уже передается этому совместному предприятию. Еще один крупный проект, который будет реализован на территории региона, крупнейшей в России компанией по производству метанола. Группа «Русхим» готова инвестировать более 200 миллиардов рублей в проект строительства газохимического комплекса глубокой переработки природного газа в метанол. Сырьем для производства метанола станет природный газ Кумжинского и Коровинского газоконтенсатных месторождений. На полях форума было подписано соглашение между группой компании «Русхим» и французской компанией крупной, которая занимается изготовлением технологического оборудования для завода метанола. По итогам подписания приступают к проектированию большого объекта, серьезного объекта, который будет производить из газа метанол. Юрий Бездудный отметил, что Международный экономический форум в Санкт-Петербурге это не бизнес-политическая тусовка. На самом деле это одно из самых главных экономических событий в России, дающих возможность проводить рабочие встречи, переговоры, подписывать соглашение, которое в свою очередь придает импульс развитию субъектов страны в целом. Все те проекты, о которых мы много говорим нашим жителям, они все получили по итогам этого форума такой определенный толчок в развитии. Ольга Русул, Евгений Тимофеев, Алексей Орлов, Телеканал «Север». Облако токсичного дыма образовалось на городской свалке утром 9 июня. На ликвидацию возгорания были направлены техника и личный состав Главного управления МЧС России по Ненецкому автономному округу и муниципальных предприятий города Наринмара. Сигнал о возгорании на полигоне твердых отходов поступил в МЧС в 7 часов 10 минут 9 июня. На тушение пожара было направлено 6 единиц техники и более 20 человек личного состава. Едкий дым затруднял работу пожарных, но очаг возгорания удалось локализовать. В настоящее время идет проливка территории. В настоящее время на ликвидации пожара работает 5 человек личного состава пожарно-спасательной части и 2 единицы техники. Муниципальные службы установили дополнительные емкости, причем сегодня они были задействованы на тушение, они были заполнены водой, то есть они содержатся и свою функцию исполняют. Также была приобретена техника на тушение, то есть у самого муниципалитета, я уже говорил, присутствует мотопомп, и это хорошая была поддержка для федеральной составляющей в тушении пожара. Как сообщили в Главном управлении МЧС по Ненецкому автономному округу, угроза дальнейшего распространения пламени отсутствует. Причина возгорания на данный момент устанавливается. Северная транспортная компания начала летнюю навигацию. Вверх и вниз по печоре жители региона доставляют комфортабельные суда СТК с соблюдением всех мер безопасности. В ближайшее время в компании появится еще и аэролодка. Подробности об этом в материале Ольги Руссу. Летняя навигация на печоре в этом году началась раньше обычных сроков, уже 20 мая. Сейчас Северная транспортная компания работает по летнему расписанию. Сюда доставляют пассажиров из Нарьинмара и обратно в двух направлениях. Вверх до Тушвизки и вниз по реке до Нельминоноса. По штату мы имеем лодки моторные, 11 человек, посадка. У нас судно на воздушной подушке СВП, 18 человек, посадка. Но в основном мы на ближнем расстоянии работаем на ЗР, на лодках, на моторные. Также у нас есть, сейчас он отсутствует, скоростной катер-водомет «Калинин». Он в рейсе сейчас, он на 30 посадочных местах. Кроме того, два раза в месяц планируется ввести пассажирский маршрут до села Коткино. Самое популярное, если так можно сказать, по пассажиропотоку направление на сегодняшний день – это направление вверх по печоре до Великовисочного, Каменки, Оксина и Хангурея. Большим спросом у жителей региона пользуются поездки в Тельвиску. Туда курсируют небольшие лодки. По сегодняшнему дню мы удовлетворяем потребности. Но есть определенные условия, связанные с погодной обстановкой, с ледовой обстановкой. Есть свои нюансы – это природа, люди, техника. Стараемся выполнять поставленные задачи, следить за техникой. Квалифицированные специалисты у нас в компании работают. В принципе, нос по ветру держим. Кроме того, скоро на баланс транспортной компании поступит современная аэролодка «Фантом-850А». Необходимость в ее приобретении продиктована сложными погодными условиями Севера. Лодка более приспособлена для дороги, где СВПшка не пройдет, где заторошенность торосы. Там аэролодка проходит. Но тоже надо понимать, что даже эти аэролодки в условиях последней зимы тоже не всегда могли ходить. Особенно до Тельвиска еще ходили. А там, где были высокие торосы и мало снега, и аэролодки не проходили. Это я к тому, что даже вот такое решение о приобретении аэролодки – это не панацея. То есть, все равно мы, я надеюсь, мы значительно снизим количество невыходов транспорта на линию. Лодку изготовили по специальному проекту, чтобы она соответствовала всем требованиям эксплуатации в условиях Севера. Вокруг ее доставят уже в июне. По своим ходовым качествам аэролодка будет востребована зимой в период межсезонья. Мы заключили контракт на поставку 12-местной аэролодки «Фантом-850А». Цена ее 12,5 миллионов рублей. По контракту они должны были поставить ее до 20 мая. Сейчас идет просрочка. Но аэролодка, мы постоянно держим связь с поставщиком. Аэролодка готова. А сейчас предприятие отрабатывает механизмы ее сюда доставки. Администрация Заполярного района провела социальный опрос населения. Жителям округа предлагалось выбрать из предложенных шести вариантов один. Больше всех им понравилось название «Арктика». Аэролодку так и назовут. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». Полтора года назад две многодетные семьи из Нейнского автономного округа отправились в Казахстан и попали в сложную жизненную ситуацию из ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. О том, как удалось вернуться, в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. В 2019 году две семьи из Нейнского автономного округа, Подруевы и Черепанниковы, вместе с детьми отправились в Казахстан из-за состояния здоровья близкого родственника. Когда же пришло время возвращаться на родину, границу между странами закрыли из-за пандемии коронавируса. Полтора года, проведенные за пределами России, практически оставили семьи без средств к существованию. Им нужно было как-то приспосабливаться к новым условиям жизни. К тому же в этот период семьи не могли получать социальные пособия на детей, установленные в Ненецком округе. Семьи многодетные. В одной семье шестеро детей, в другой, на тот момент, восемь. Однако, несмотря на то, что дети находились за рубежом, они были прикреплены к школам и учились наравне со своими сверстниками дистанционно. Чтобы им это был стимул и заинтересовало, я вот всегда что-то придумывала. А тут, когда, в общем-то, не осталось никаких дел, кроме того, что сидите дома, да, как мы... Хотя было сложно принять то, что ситуацию, ну, ты остался, может быть, не там, где ты хотел. И, в принципе, не читал и вообще думал, да. Но я погрузилась в то, что вот не только в школу, в которой шла там онлайн-уроки, домашние задания, а чуть-чуть больше. То есть, если стихотворение Пушкину «Няня», то мы это делали тетрализовывать. Марьянна готовилась вновь стать мамой. Она была беременна девятым ребенком. Решено было рожать в России. Сделать этого из-за ограничительных мер было непросто. Из всех городов, где ты находился, вообще ничего не было. То есть, полностью зона была такая, самолеты вообще не летали, в принципе. И тогда было принято решение просто поездом, потом нанимать машину, и потом пешком проходили. Мы проходили пешком весной через Омскую границу. Это было очень тяжело. Там маленькое расстояние совершенно, но там буря, пурга, метель. То есть, когда мы из одного поезда сели в другой поезд, потом переехали на транспорте. Муж у меня организовал через знакомых таксистов. Нас уже ждали, потому что еще с собой были сумки. Еще я была в положении. И просто мы проходили ее пешком. Несмотря на трудную дорогу, Марьянна с двумя старшими детьми добралась до перинатального центра. Главы семьи, которые оставались еще в Казахстане, стали решать, как выбираться на родину остальным. Искали как бы везде, в общем-то, выход в этой ситуации. Да, то есть, и с обменой господдержки, которая была у нас на детей. Скали, получается, выход. И нужно было выехать те, кто остались в Казахстане на время бандемии. До 5 июня нужно было выехать. То есть, это было очень срочно. В этой сложной ситуации, когда самостоятельно решить проблему не смогли, обратились за помощью к уполномочному по правам человека в Нинецком округе Ларисе Свиридовой. Когда мы приступили к этому делу, да, события настолько быстро разворачивались, что, если честно, сразу же несколько регионов, это три региона, Оренбургская область, Самарская область, через которую ехали наши жители, они как раз подсоединились к решению. Но понятно, что своими силами мы бы не справились в этом случае. Мы обратились к Татьяне Николаевне, на помощь пришли профессионалы, и сразу же было выстроено, во-первых, и маршрут, и поддержка, каким образом это всё нам на сегодняшний момент проводить. Перевезти через границу на родину необходимо было сразу 15 человек. К решению проблемы подключились уполномоченный по правам человека Российской Федерации Татьяна Москалькова. РЖД предоставила для перевозки семьи в Россию железнодорожный вагон. На протяжении всего пути до Московской области семьи сопровождали уполномоченные по правам человека в трёх регионах, которые они пересекали. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто участвовал в дороге, передать всем большой привет. Привет, давайте все вместе поблагодарим и едем. Привет, привет. Привет, привет. За организацию каждого человека, кто участвовал в поездке, в выезде нашим, благодарим, спасибо и всем очень-очень привет. Сейчас обе семьи находятся в Московской области. В скором времени они собираются вернуться в Наринмар. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Современную разметку городским дорогам. На баланс коммунального предприятия «Чистый город» поступила новая машина-разметчик для автодорог. Современная техника готова к выходу на трассы. Подробности в материале Ольге Русу. Больше никаких кисточек, шаблонов и ручного труда. Ровные линии автодорожной разметки получаются благодаря современной технике. Мастер предприятия «Чистый город» Иван Поздеев уже овладел всеми премудростями обращения с разметчиком. Самое главное – здесь все компьютеризировано. Это обычные агрегаты, двигатели внутреннего сгорания. Только за давлением в системе следить и все. Сложности нет. Все уже освоили, можно уже выходить на дорогу и вставать? Сейчас все на российской попробуем на дороге, а то на территории все равно не то. Тонкостями управления разметчиком работников коммунального предприятия обучил представитель компании-поставщикам. На то, чтобы понять, как работает эта техника, достаточно двух дней. Тут стоит контроллер, то есть компьютер-блок управления, который позволяет наносить любые типы линии в полуавтоматическом и ручных режимах. Бак оборудован мешалкой, то есть если бывают такие, когда краска начинает расслаиваться, долгое время не работает, допустим, в период дождей, когда идет, здесь стоит миксер. Все это, соответственно, перед началом работ, все замешивается, стоят фильтра, чтобы меньше забивались форсунки. Форсунки использованы реверсивные, ну и большинство узлов и агрегатов здесь использовано отечественных. Сейчас автопарк предприятия «Чистый город» укомплектован техникой на 90%. В планах приобретение нового грейдера большого класса еще одного погрузчика на базе «Амкадора». Долгожданный для нас подарок. Мы очень долго ждали разметочную машину, ее никогда в чистом городе не было. И каждое лето при наступлении положительной температуры у нас возникали проблемы с нанесением дорожной разметки. Приходилось договариваться, заключать контракты с организациями, имеющими данную технику, но не всегда это получалось. А теперь мы беспрепятственно можем собственными силами наносить горизонтальную дорожную разметку на всех автомобильных дорогах города Наримара. Новый современный разметчик был приобретен для предприятия на средства городского бюджета. В этом году отошли от темы лизинга. Закупаем напрямую, потому что лизинг достаточно дорогостоящая вещь. Подражание происходит на 30%. Пока позволяют нам средства, скажем так, свой бюджет, приобретаем непосредственно. Ну и это еще повышает и оперативность приобретения, потому что лето очень короткое, и нам нужно выполнить очень большой объем работы. Ну постараемся полностью закрыть все потребности городских дорог. Тем временем новый разметчик выходит на городские дороги. Безусловно, его работа повысит безопасность на дорогах и улучшит эстетический вид Нарьинмара. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова